Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас с вами 12-я тема – приготовление диетических супов и соусов. Мы с вами продолжаем цикл блюд для диетического питания. И мы знаем, что все те блюда, которые у нас готовятся для лечебного диетического питания, в принципе, технология идет традиционная, но, опять же, здесь есть свои особенности. При тепловой обработке, опять же, учитывая все те диеты и назначения, которые назначаются людей, больных различными заболеваниями. Поэтому здесь не исключение являются также и супы, и соусы, тоже есть свои особенности, но, опять же, не отходим от традиционного приготовления супов и соусов. Сегодня цель нашего занятия – это расширить ваш кругозор о диетических блюдах, а именно о супах и соусах, способам их тепловой обработки, как они у нас подаются, особенности приготовления. По супам, что хочется сказать, вы знаете, что супы у нас состоят из двух основ, это плотная и жидкая часть. Комним по технологии проходили. Качественной жидкой основой у нас являются в основном, это, конечно же, бульоны костные, мясо костное, рыбные бульоны, отвары различные из овощей, круп, фруктов, ягод, молоко. Также жидкой основой является у нас молоко, молочные продукты, квас, когда используются у нас блюда, супы холодные. Что касается плотной части, то мы знаем, что суп у нас состоит из плотной части, туда входят и мясо, и рыба, макаронные изделия, овощи, крупы различные, плоды и вот эти две основы, которые у нас составляют супы. Но по классификации вы тоже помните, что у нас супы бывают горячие и холодные. Кто мне скажет, самая большая группа супов какая у нас является, как она называется? Заправочные супы. Заправочные супы, правильно. Своё название заправочные, они у нас, от чего пошло это название? Потому что при приготовлении супов используется специальная заправка, которая готовится отдельно. Ну, не специальная заправка, в конце всех этих супов у нас они заправляются, да, овощами, это в основном у нас заправка овощная, это лук, морковь используется часто, или томат, пюре, заправляем в конце. Значит, и от слова заправить идёт это название, и в эту группу супов входит самый большой у нас ассортимент супов заправочных, это борщи, рассольники у нас, щи и так далее. То есть самая большая группа супов у нас заправочные. Значит, также у нас есть протёртые, прозрачные, холодные, значит, и вот эти вот, вот эта классификация, которая, она уже общепринятая, вы её уже знаете прекрасно, и само название идёт от названия приготовленных блюд. То есть заправочное слово заправка, что их заправляют в конце. Прозрачные супы, понятно, что здесь подаются бульоны прозрачные, к ним подаются различные гарниры, и это могут быть у нас и профитроли, это у нас могут быть лапша, рис, да, те же самые пельмени, которые у нас используются, клёцки, это всё у нас можно продавать отдельно к бульонам. Значит, холодные супы, вы знаете, у нас готовятся на квасе, на кисломолочной какой-то основе, на воде и так далее. И супы протёртые, протёртые, понятно, что все продукты, которые входят в состав данного супа, они у нас протираются на блендере и подаются. Значит, молочные супы, сладкие супы, да, это тоже у нас одна из самых таких широко используемых супов, особенно в диетическом питании очень хорошо используются у нас молочные супы, сладкие супы, и, конечно же, особую группу в диетическом питании занимает группа у нас протёртых супов. Протёртых супов. Значит, здесь, как я и говорила, в лечебном и диетическом питании чаще всего используются у нас супы вегетарианские. Слово вегетарианские. Откуда у нас пошло? Кто мне скажет? Вегетарианские. Вегетарианское питание. Это что значит? Мы с вами проходили. Веганы – это кто у нас? Вегетарианское питание, либо веганы – это люди, которые не употребляют в пищу продукты животного происхождения. Правильно, Лена. То есть здесь у нас люди, которые используют в основном пищу растительного происхождения. Есть у нас полные веганы, есть частичные веганы, которые допускают в питании молоко и рыбу, а есть у нас жёсткие веганы, которые сидят только на растительных продуктах. И, как мы и сказали, что в лечебном питании в основном используются вегетарианские молочные супы, то есть в основном все супы в лечебном диетическом питании готовятся на воде, на отварах из овощей, из круп, из макаронных изделий. И также используется молоко, как цельное, так и на разбавленное с водой. Значит, в этом случае именно в диетическом питании супы у нас готовятся именно на вот этих основах. То есть здесь это вода, отвары, овощи из овощей, круп, макаронных изделий, или молоко, цельное или разбавленное. Кроме супов на первичных и мясных, куриных, грибных и рыбных бульонах допускаются для диет номер 2, 3, 11, 14 и 15. То есть в основном это те люди, которые у нас не страдают желудочно-кишечным трактом. Здесь у нас уже в основном для людей уже выздоравливающих. Вот пятнадцатая диета. Вторая диета у нас… О чем она? Кто мне скажет? От чего у нас вторая диета? Вторая диета? Первая диета у нас желудочно-кишечный тракт. Сердечно-сосулистая? Я ошибаюсь. Тарадия у нас гастрит. Гастрит. Да, гастрит тоже как бы желудочно-кишечный тракт, но как бы не желудочно-кишечный тракт, но тоже близко к этому. Итак, диета номер 2 у нас желудочно-кишечный тракт или все-таки гастрит? Кто бы не скажет? Диета номер 2. Это гастрит и калитры. Здесь у нас гастрит при нерезком таком обострении. Один из этой диет – это у нас киберкулез костей в основном. Здесь можно использовать бульоны на куриных и на грибных отварах. Также используются слабые вторичные бульоны, которые содержат меньше азотистых экстрактивных веществ. То есть здесь опять же мы говорим о том, что здесь супы, жидкая основа, которая является у нас, бульоны, должны быть не слишком резкие, не должны быть слишком пахнущие, и меньше должно быть экстрактивных и азотистых веществ. То есть они должны быть слабые или вторичные. Слабые бульоны или вторичные бульоны используются. Для механического отчержения при заболевании органов пищеварения готовят в основном протертые супы. Как мы говорили, в основном основа всех супов для диетического питания у нас являются протертые супы. Значит, это слизистые супы-пюре, супы-кремы или супы, которые у нас мелко измельчаются. Для ароматизации супов, особенно вегетарианских, улучшение их внешнего вида, повышение пищевых веществ, вводят также морковь, ароматические коренья, репчатый лук. Значит, здесь у нас все эти овощи подвергаются также предварительной или дополнительной тепловой обработке, потому что в обычных супах мы обычно эти овощи пассируем, да, то в данном случае здесь у нас и лук, и морковь, они у нас могут подвергаться или бланшированию, или припусканию предварительному. Ну, и сельдерей, репчатый лук исключают из диеты первой, четвертой и четырнадцатой. Так, для того, чтобы сохранить ароматические вещества и придать блюду красивый свет за счет сохранения каротиноидов, каротиноиды у нас где находятся в основном? Каротин. В каком овоще у нас? В красивый свет. Морковка. Да, сокращение сроков дальнейшей тепловой обработки. Карень и лук пассируют на сливочном масле, но это не для всех диет, или на рафинированном растительном масле. То есть здесь в основном используется у нас, если подвергаются пассировке, то в основном чижение должно быть щадящее. Здесь используется сливочное масло или в основном используется растительное или оливковое масло, курусное масло. Значит, здесь для диеты номер пять пассировку заменяют при пускании моркови и белых каренев, или же также допускается введение в супы при варке в сыром виде. Вообще супы при диетическом питании лучше всего закладывать сразу в сырые овощи, в жидкую основу, и чтобы они там проваривались. То есть здесь у нас не допускается пассировка в принципе. Поэтому, когда варите какие-либо супы, вегетарианские или лечебные, значит, при варке в жидкую основу сразу закладываются морковь, и лук, и белые карени, и отвариваются. Репчатый лук для уменьшения количества раздражающих веществ. Вы знаете, что репчатый лук у нас содержит большое количество серосодержащих соединений, эфирных масел, значит, гликозиды, да, вещества, которые раздражают слизистую нашу и носа, и глаз, ну и тем более желудочно-тишечный тракт, когда больной, там стенки желудка очень тоненькие, они в возбужденном таком состоянии, да, поэтому, соответственно, здесь ни острая, ни соленая, ни пища сюда не идет. Вот репчатый лук тоже самое, да, он тоже используется, но очень редко. Значит, здесь его, если используют, то только после пассировки или после припускания, или после бланширования. Значит, и здесь пассированный лук вводят во вторую, в одиннадцатую и пятнадцатую диету после бланширования. Бланширование – это у нас что такое? Кто мне скажет? Бланширование. Бланширование – это помещение в кипяток на короткий период? Это у нас, когда продукты обдают кипятком, да. Значит, пассирование доводит, лук, значит, у нас пассируют до золотистого цвета, бланшируют, когда обдают кипятком. Значит, здесь для диеты номер 5, 7, 8, 9 и 10. Значит, здесь для улучшения вкуса подвергнутый бланшированию лук, также можно пропассировать, кроме диеты номер 5. То есть здесь, опять же, мы говорим, что при закладке овощей, овощи подвергаются у нас дополнительной обработке. Или его бланшируют, или его припускают, значит, и так далее, для того, чтобы положить его в суп. Для улучшения также вкуса лечебных блюд, здесь у нас технология приготовления, которых требуют уменьшения содержания экстрактивных веществ, натрия хлорида, используют томатопродукты, лимонную кислоту, пряные овощи и специи. То есть здесь, опять же, мы говорим, что если томат-пасту нельзя использовать для заправки супов, то можно использовать томаты, помидоры. Значит, вместо уксуса здесь, если у нас идут какие-то холодные блюда, вот, например, рыба под маринадом, да, помните, мы туда же добавляем уксус в обычной технологии, то здесь уксус в диетическом питании заменяются на лимонную кислоту, на лимонную кислоту. Потому что лимонная кислота, она более щадящая, чем уксус. То есть в обычных томат-пасту, томат-пюре предварительно так же пассируют. Значит, здесь у нас для диеты номер 4 и 5 пассировку заменяют кипячением, когда добавляют в томат пасту небольшое количество воды и доводят до кипения. И вот этот томат используется уже для заправки. Для заправки. То есть здесь томат не пассируют, а кипятят по ве. Так, для витаминизации в супы при подаче высыпают мелко нарезанную зеленью, петрушки, укропа до 5 грамм на порцию и 0,3 грамма сушеной зелени. Зеленый лук рекомендуют вводить диеты номер 7, 8, 9, 10 после бланширования зеленого лука. Диеты 11-15 без стекловой обработки. То есть здесь уже можно использовать натуральный зеленый лук, потому что эта диета у нас уже для выздоравливающих, поэтому здесь питание уже как для обычных людей. Заправляю супы сливочным маслом и сметаной. И сметаной. Значит, первые блюда в диетах 7, 8, 10. Десятая цель не солят. На остальных диетах соль вводят умеренно 1-2 грамма на порцию. В девятой, восьмой диеты сахар заменяют сорбитом, вы не знаете, да, об этом, или ксилитом. Значит, норма порции супа 400-500 грамм. Диета в седьмой, восьмой, десятой у нас суп подается 200-250 грамм. Порцию допускается снижать и для других диет. Температура горячих блюд, вы знаете, 75, холодные 12-14 градусов. Для щадящих диет 1-2, соответственно, не выше 65 градусов. Значит, мы помним, да, когда с вами проходили лечебное питание, говорили о том, что в лечебном диетическом питании слишком горячие блюда не подаются. Если в обычной технологии горячие блюда 75 градусов, то для диетических блюд у нас 65 градусов. То есть оно должно слегка остыть. И холодные блюда не должны быть слишком холодные, не ниже 15 градусов. Здесь, опять же, учитывая, что это у нас лечебное питание, и температура подачи именно блюд лечебного питания, они у нас должны быть занижены. Так, это что касается супов. Но технология, она традиционная, как я и сказала, да. Единственное, что у нас, когда мы вводим какие-то дополнительные овощи, да, или когда доводим до вкуса данные супы, то мы где-то умеренно добавляем соль, где-то, может быть, вообще не добавляем. Как я и сказала, жидкая основа для диетических блюд у нас в основном является вода, отвары различные, молоко тоже используется, отвары из круп, овощей, фруктов и так далее. В основном супы рекомендуют в диетическом питании в протертном состоянии или мелко измельченные продукты должны быть. Значит, вся пассировка, которая допускается в какие-либо диеты, у нас в основном пассируется на сливочном масле или на растительном масле, или оливковое масло используется для заправки салатов, например, все же самое. И вот здесь вот эти моменты надо учитывать, очень важно, и опять же, если супы готовите, то опять же учитывать, какие диеты, для каких диет, для каких диет, где-то нужно ограничение соли, где-то нужно ограничение лука и так далее. Поэтому здесь, опять же, когда составляется меню в лечебном питании, конечно же, учитывать все вот эти потребности именно больных людей, у кого какие заболевания. Значит, как я и сказала, в диетическом питании практически все супы используются, температура подачи 65 градусов, это именно касается супов для диетического и лечебного питания. Так, соусы. Значит, соусы у нас готовят по общим технологиям, по общим технологиям, но с некоторыми особенностями. Опять же, значит, если у нас соусы, вы знаете, есть белые и красные, основой у нас является мука, она является у нас в качестве загустителя, всегда идет. У нас есть белая и красная пассеровка. Красная пассеровка у нас идет для красных соусов, белая пассеровка для белых. Вот для диеты номер 2 муку не пассируют. Муку не пассируют. Значит, и вот здесь какие особенности. Значит, если готовится томатный соус, для диеты номер 2, 5, 7, 9, 10, томат пасту разводят бульоном или водой и кипятят, как мы и говорили ранее. Если в супы доводим томат пасту, то же самое для соуса. Значит, для диет 5, 7, 10, томатный соус готовят на овощном отваре. Мы знаем, что томатный соус у нас есть на рыбном бульоне, томатный соус у нас есть на говяжьем бульоне. Для диетических блюд томатный соус у нас готовится на овощном отваре. Для томатного соуса с овощами для диеты 2, 7, 9, морковь измельчают и припускают, но не пассируют. Но не пассируют. Это вот такие вот особенности. Значит, белые соусы для диеты номер 2 готовят без лука и без белых кореньев. Молочные соусы для диеты номер 1, 7, 9, 10, как обычно, но без пассировки. И здесь муку в качестве загустителя мы можем заменить крахмалом. Значит, когда готовится соус польский, соус голландский, его готовят без зелени и петрушки. Польский соус, кто помнит, как готовить? Соус польский. На масле основа масла сливочное является его. Подаем обычно к рыбе такой соус. Вспомните, соус польский. Сливочное масло размягченное или растопленное. Туда вводим мелкорубленные яйца, зелень и сок лимона. Значит, здесь вот именно для диетического блюда зелень сюда не идет. Значит, для диеты номер 1 у нас здесь готовят без лимонной кислоты. Значит, лимонная кислота у нас соусы. Если готовится для диеты номер 1, то лимонную кислоту не добавляют. Значит, соус майонез. У нас есть такой соус майонез с карнишонами без горчицы. Ее горчицу заменяет, уксус заменяет лимонной кислотой. Как я и говорила, что если у нас в соус идут уксусы или холодные блюда и закуски, то уксус заменяет лимонной кислотой. Маринады и салатные заправки уксус заменяют также лимонной кислотой, как вы и сказали. Основные требования к диетическим соусам. Значит, готовят соусы без бульонов, томат-пюре. Значит, здесь у нас используются овощные отвары, крупяные отвары, вода для основы жидкой является для соуса. Часто соусы заменяют маслом растительным или сметаной. Часто вместо соуса подаются сливочным маслом. То есть опять здесь мы говорим о том, что если соусы у нас подаются к основным блюдам, к мясу, к рыбе, к птице, то часто соусы заменяют сметаной или сливочным маслом. Особенно для диеты номер один, два, пять и девять. То есть в диетическом питании чаще всего используется, конечно же, сливочное масло. Реже соусы, сметана и сливочное масло. Ну и, конечно же, растительная маска можно использовать при заправке соуса. Значит, также сметаной для диеты номер один, два, пять, семь и десять. Если у нас готовятся горячие блюда для диет этих один, два, пять, семь и десять, вместо соуса к этим блюдам подаем сметану. Значит, соусы на мясном, рыбном, грибном бульоне для диеты номер два и частично диета номер девять. То есть для диеты номер два и девять можно приготовить соус на вот этих бульонах. так молочные сметаны и фруктовые белые на овощном отваре для диеты номер один пять семь и десять здесь качестве жидкой основе у нас можно использовать вот эти вот соусы для диеты 157 есть молочные сметаны и фруктовые белые нам если белый соус и готовится по на овощном отваре значит здесь муку для соусов как я и говорила и и не пассируют и и подсушивать и растирают со сливочным маслом это вот у нас такие вот особенности для приготовления соуса соусах соуса для диеты номер пять семь и десять лук предварительно нужно отварить и уменьшить количество сельдерея и петрушки при приготовлении то есть если у нас соусы обычно мы пассируем на лук-морковь с томат пастой пассируем для соуса в этом случае для диет пять семь и десять лук нужно отварить так томатную пасту и лимонную кислоту используют только для диеты номер семь девять и десять белые соусы для диеты номер два можно заправить огуречным или капустным рассолом или капустным рассолом то есть вот эти вот у нас особенности которые есть у наших соусов то есть опять же здесь поговорим о том что здесь у нас щадящая тепловая обработка здесь у нас больше также припускается бланшируется мука даже у нас не припускается она у нас подсушивается уменьшается количество конечно сельдерея и петрушки почему потому что опять же это у нас пищевых волокна жесткие и поэтому весь желудок будет очень долго переваривать эти овощи поэтому весь их как бы количество уменьшают уменьшают как по соусам ребят понятно все понятно вы поняли что у нас в принципе технология она не отличается от традиционной технологии наши при приготовлении супов и соусов и горячих блюд единственное когда уже происходит сам сама тепловая обработка здесь есть свои особенности как я и сказала здесь щадящая способ у нас поэтому видеть все должно быть нежная размягченная мягкая для того чтобы не возбуждать опять же желудочно-кишечный тракт чтобы не раздражать слизистую оболочку нашего желудка опять же если у нас человек болен сахарным диабетом то сахар при добавлении в какие-либо блюда заменяются кселитом вы знаете прекрасно об этом это тоже очень важно если человек болеет почками то здесь понятно что ограничение в соли поэтому блюда для людей больных седьмая диета больные почки здесь во всех блюдах практически отменяют соль практически всех поэтому здесь соль можно заменить различными фруктами различные значит но в основном это фрукты да фрукты и зелень фрукты и зелень поэтому здесь качестве ароматизатора в качестве вкусовых каких-то добавок вместо сахара соли добавляют заменители в качестве сахара кселит это у нас сахарный диабет и в основном это фрукты это ягоды используются зелень петрушка и укроп для витаминизации хорошо но опять же когда подают супы туре обычно их не посыпают мелкорубленной зеленью почему потому что суп и так очень жидкий протертый и зелень просто напросто может застрять человека в горле поэтому здесь супы туре просто украшают листочками зелени и обычно подают гренками зелень как правило очень редко идет особенно супы пюре ну и вообще в лечебном диетическом питании зелень мелко рубить мелко не рубят просто украшают веточками на середину шуку могут положить и все это тоже опять же именно для диетического питания так ребят вопросов если нет